Классно! А именно, вот обратите внимание, у нас пипл стоит на первом месте, то есть люди у нас стоят на первом месте, и только на втором... А почему нельзя люди-звезды? Красиво! Нет, вообще мы хотели, когда мы думали о том, что это будет звезда людей. Или звезда людей. Это красиво. Есть звезда Давида, есть звезда людей. Понимаете, когда звезда людей, мне понятно, а пипл ставь, все равно какой-то прикол. Вот прикол. А знаете, к чему? Пиплы. Пиплы старческие. Я не знаю, может быть, я сильно очень не права. Может быть, я знаю, там у вас будут обмен мнениями по поводу того, что я скажу. Мне уже давно это... Ну, нет, нет, я не могу сказать, мне важны мнения людей, которые меня видят, слушают в зале, которые заплатили деньги, пришли на концерт. Понимаете? А вот так на шару посмотреть пиплу, пиплозвезду, смотрите. Но я хочу сказать, что мне вот эти давно, эти названия, они меня оскорбляют. Потому что я училась великому языку. Я никакой, поверьте мне, я очень люблю русский язык. И для меня каждое слово очень многое значит. Когда не точно произносят, нет ни слова. Они точно просто ляпают какой-либо. Смысл. Смысл. Ну, понимаете, в русском языке такое огромное количество значений одного и того же слова. Знаете, поэтому мне очень важно, что говорят. Не корчь рожу. Что говорят и как говорят. Поэтому я так хотела. Понимаете, пиплстар для меня, это все равно некий прикол. Приколы могут быть в жизни. И ура приколам. Но когда так себя называют... Это ваш портал какой-то? Да, это портал. Просто Клара Борисовна не совсем может быть в курсе, что все названия в интернете пишутся через английский язык. Поэтому если бы мы здесь написали по-русски... Это не в курсе. Я не называю вам... Три-дабл-ю, как я ему напишу прямо. Три-дабл-ю точка. Мы же не будем писать. Это же поэтому и пиплстар, вы говорите. Это никого не оскорбляет. Нет, нет, в английском языке... Да, это правда. В интернете это так. Придется мириться, потому что нельзя... От интернета нельзя отказаться. Придется мириться мне. Вот я сегодня на глазах у всех смиряюсь с понятием пиплстар. Я смирилась с этим. Все. Дальше вопрос. Дальше вопрос. Дорогая Клара Борисовна, мы сегодня, как ни странно, мы всегда везде, где интересно. И мы не снимаем желтизну, нас это вообще не интересует, если честно. Мы не в смысле цвета, монохромность мы только снимаем. Мы снимаем везде, где интересно. И вот все коллеги, которых мы снимали, всегда с удовольствием приходят к нам. В хорошем смысле снимали на камеру. Всегда приходят к нам в эфир и с большим удовольствием... А в каком в каком смысле ты снимаешь? Вы же говорили, только что сказали, что русский язык имеет много значений. Мы сразу убрали недопонимание. То есть вот как бы сноску такую. Снимаю, потому что когда все, я снимаю... Ну а как, скажите, как по-другому сказать? Какое огромное, огромное очерчивается... Конечно, снять с гвоздя, например. Снять с гвоздя картину. Картину, да. Снять, например... Снять обувь. Обувь, да. Снять платье. И дальше то, о чем ты имеешь. Снять стресс, например, после продолжения. Да, я, между прочим, мне сейчас налили грузинской чачи. По-настоящему грузинской чачи. Я обожаю. Я боюсь это сказать, но вот я вообще ничего в жизни не боюсь. Я обожаю Грузию. Я обожаю этот народ, эту культуру. И вот одна из культур... А водка, это тоже культура, понимаете? Вот питье, вот вина, вот вина. Это культура, понимаете? Понимаете, что такое... Вино, это культура. Когда ты пьешь хорошее вино, ты понимаешь, что в тебя входит влага. А когда ты пьешь порошок, то ты пьешь порошок, он окрашивает тебя в какой-то другой цвет. Я пью хорошую чачу. Это, знаете, я же из Украины. У нас там самогон. Уже нет с Украины. Из? Нет, из Украины. Нет, нет. Так как бы с Украины, но и из, теоретически. С все равно. Правильно же? Я выросла на Украине. В Украине. Ты это имел в виду. В Украине. Я выросла в Украине. Значит, вот в моей Украине есть самогонка. И моя любимая подруга есть такая... Слюни, слюни. Смотрите, у людей слюни пошли уже. Ну, люди должны от чего-то, от чего-то слюн пускать. Пускать слюну, когда хорошо. Когда плохо, это уже значит, ты отходишь. А когда хорошо, ты пускаешь слюну. Не ядовитую, заметьте. Нет, 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 со мной нельзя ядовитую. Так вот, я хочу сказать, моя подружка детства, Маруська Казаченко, которая умеет сделать такую самогонку, на день рождения мне привезла самогонки. Какая она была потрясающая. А я сейчас пью чачу. Это почти то же самое, собственно, это то же самое. Там самогонка виноградная, тут самогонка... Понимаешь, какой уровень знаний? Так вот, я хочу сказать, это тоже культура. Ничего народного нельзя выбрасывать из жизни. Ничего. Ни костюм, ни пафос, ни этнику, ни песен. Нельзя, понимаете, это то, что нас сформировало. И самогоночка тоже. Вот холод, 31 градус на улице. Выпьешь чачи и пойдешь. То есть, ощущение, что я с грузином пошла домой. Понимаете? Я хочу... Я не знаю, о чем сейчас, в какую сторону ты меня... Как тебя зовут? Меня зовут Сережа, фамилия моя Мудров. В принципе, дураков, проверочная. Слушай, я тебе скажу. Клара Борисовна, вы только что обресетили мне мозг. Вообще сейчас я хотел вопрос задать. Подожди. У меня водитель Чудаков. Ты Мудров. Понимаешь? Это нечто, это стоит. Понимаешь, что... В Украине таких фамилий не сыщешь, кстати. Нет, конечно, Чудаков. Он все время хочет президента, президента. Я говорю, Володя, представьте президент Чудаков. Ну, это такая популярность. Ай, фамилия. Да, кстати. И премьером тоже, кстати, неплохо было. Да, но Мудров это что-то все-таки такое. Ну да, такое. Типа Пушкин. Нет, нет, он хороший. Нет, ты перестань. Ну, тебе это куда. Да, подожди. Пушкин не произносит суи. Ладно. Потому что богов не произносят суи. Дальше задавай. Я видишь, отдалась. И вы мне только что просто обресетили. Я говорю, мозг так? Я хотел вообще сказать, что... Что я сделала с твоим мозгом? Обресетили. Это литературное, интернетное слово. В смысле, вы его сделали абсолютно чистым. Нет, это интернетное, но не литературное. Семь бед, один ресет. Есть такая шутка. Обосрать, может, засрать. Но вот то, что ты сказал, как это называется, я не знаю, обресетить. Обресетить, то есть, ну, как бы... Я буду знать, что это аналог тому, что я сказала. Вот Грузию в Гагуа, конечно, не переименуем мы. Но самого Гагуа 50 лет. Вот этой республике под названием Гея Гагуа 50 лет. Это республика, потому что вокруг него менялись коллективы, менялись там люди, менялись номера. Он каким-то образом преображался. Каждый раз, как «Феникс из пепла» всплывал из нового и становился более еще интересным. И, между прочим, не все знают. Сережа, ты задавай вопрос, задавай. Ты мне уже все сказал. Мне кажется, что это гонки, что ему 50 лет. Ну, вообще, гонки... Гонки пока про всех, кого я знаю, это гонки. Понимаешь? А мне тоже, у меня тоже был юбилей. Ну, и когда я... Я не стесняюсь это говорю. Что можно скрыть, когда есть интернет? Гея Гагуа 50 лет. Гея Гагуа 50 лет. Красиво. Я его уже знаю какое-то количество лет, я не могла подумать. Смотрите, один вопрос. О! Да. Илья. Если вы любите... Вот посмотрите, Ник, он в грузии. Я знаю. Да, да, да. У меня уже знают. Твой сын. Задайте ему вопрос. Подожди. Да, сейчас мы все зададим. Да, да. Я хочу сказать, что для меня Гия, знаете, когда человек возрождается, это такое богом данное. Вроде бы казалось, что уже ничего не произойдет. Уже не стало Вадика. Это был мозг этого коллектива, который назывался ХСББ. Не стало Вадика. Я не представляла, что может быть с ребятами. Это было такое целое. Это был... Знаете... Это... Ну, я боюсь приводить эти великие примеры. Это... Ну... Роман Карцем, Виктор Ильченко. Для меня. Понимаете, не стало Виктора Ильченко. Я не знала, как выживет Рома. Выжил. Сильные выживают. Понимаете? Вот такая история. Не стало Вадика. ХСББ, который знала страна. ХСББ, который любила страна. ХСББ, который заполнял залы, когда появлялся этот коллектив, эта группа на сцене. Понимаете? И не стало мозга. И каким же нужно было обладать силой и природой. Природой. Никуда от нее не денешься, чтобы возродить коллектив. Чтобы возродить себя, в первую очередь. И создать вот эту группу. Причем это же все на моих глазах. С колен подняться, в общем-то. Получается так. Ну, в общем, на коленях они не были никогда. Сереженька, что я не обсетила там с тобой. Обресетила. Ну, понимаешь? Подожди. Ну, они на коленях никогда не были. Просто в жизни. И вы все, дорогие друзья, знаете. Черная полоса белая, черная белая, черная белая. Кстати, у вас, кстати, сразу материализуется эта штука. Обратите внимание. Да. Они только что после успеха идут. Вот я очень долго задержалась здесь. И я хочу сказать, что я же слушаю одним ухом, что на сцене происходит. Вот черная полоса, когда в жизни, это всегда платформа для белой полосы. Если у человека не случаются черные полосы, он не поймет, что наступает белая полоса. Жизнь делится. И надо это понимать. Я за белые полосы в жизни и за черные. Без черных полос мы не понимаем, что нас ожидает белая полоса. В общем, я пью чачу грузинскую. Украинская девчинка, еврейская женка, выросшая у Киеви, пью грузинскую чачу. И говорю, вот это звучит дудук. Это мой любимый инструмент. Класса Борисовна, мне кажется, мысли теряются уже. Нет, у меня не теряются. Я слышу дудук. Это мой любимый инструмент. Любимый. Понимаете? Я когда мне очень, когда у меня настроение, в машине у меня есть, в машине у меня есть диск, где у меня звучит дудук. Дудук – это мысль. Понимаете? Дудук – это мысль. Вот я хочу вам, дорогие друзья, пиплы, мои дорогие. А ну-ка пипл, типа, ну-ка пипл. Вы такие умные. Вы такие умные. Вы умнее, чем интернет. Вы умнее. Я хочу выпить за вот эту чачу грузинскую. За то, чтобы самая честная профессия в мире – актерская. Понимаете, что бы ни происходило, на одной сцене совмещаются все. Не имеет значения, какая твоя национальность. Ты артист или не артист. Все. Я хочу выпить за артистов. Гениально сказано. На одной сцене могут уместиться все, а вот на политической сцене не уничтожается почему-то никто. Надо им брать у нас уроки. Ты меня не правь. Ой, простите. Ты меня не правь. Понимаешь? Ты меня не правь. Ты меня слушай.